На нас уже напали, договорили, тыкали пальцы, что мы бензоколонка, не экономика. Объявили, что русские являются не коренной нацией на этих землях, но это вообще полный беспредел. Друзья, всем привет! Что, в Россию подвезли, похоже, тяжелые наркотики? Бункерный дед вышел из бункера, но и наговорил такое, что кроме как под тяжелыми наркотиками не скажешь. Много всего сказано и про Украину, и про войну, и даже чуть-чуть про статью Залужного. В общем, сейчас покажу вам и расскажу, но начну с того, как Путин сказал, что Россия уже не бензоколонка. То есть уже и бензоколонку он таки смог доломать в России. В общем, реально там мемов много. Друзья, не забудьте подписаться на канал, проверьте подписку. У многих людей куда-то пропала подписка на мой канал. Это нужно срочно исправить. Проверьте, если вдруг не подписаны, подпишитесь. Там прямо кнопка под описанием к видео. Нажмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте, что я сейчас расскажу. Это очень важно для того, чтобы видео продвигалось. И делитесь, бросайте друзьям, знакомым, в группы, для того, чтобы люди больше увидели и комментировали. Итак, друзья, начинаем. Путин вышел из бункера, ну и выдал очередную порцию. Много говорил о войне. Значит, ну первое, чего показать, что он сказал, что на Россию напали. Да, то есть 24 февраля 1922 года напали на Россию. Просто чтобы вы знали и понимали, и не забыли это ни в коем случае. Где конкретно напали на Россию? В каком месте напали на Россию? Не совсем понятно, но напали на Россию. Послушайте. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Потому что перед тем, как принять решение, расчехлить автомат, нужно подумать, а можно без этого обойтись? Нет. К сожалению, это было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Ну, просто сумасшедший. Иначе назвать нельзя. Ну, вот, значит, напали на Россию. Ну, и вот Россия, значит, доблестно пошла отбиваться. На этом бред не закончился. Дальше он сказал, что Украина продает свое оружие, ну, то есть, типа, полученное от Запада оружие по всему миру. И талибам. Талибам. Ну, то есть, где Украина, где талибы. И вообще с талибами же дружит Россия. Это же Россия. Они принимают талибов, дружат с ними, общаются с ними. Причем здесь Украина к талибам. Но, он говорит, у талибов тоже. Ну, ладно, послушайте. Вот сейчас говорят, этот самый, оружие появляется там на Ближнем Востоке с Украины. Ну, конечно, появляется. Продают, потому что и талибам продают, а оттуда идет куда угодно и дальше. Все продается и покупается. Я не случайно это говорю. Ну, и, значит, я сказал, что он даже чуть отреагировал с Тюзалужного, потому что заговорил о том, что, значит, вот, мол, не стоит больше вопрос о победе над Россией на поле боя. Я, мол, добился, добился. Ну, то есть, смотрите, друзья, ловкость рук никакого мошенничества. 20 месяцев назад они должны были взять Киев за три дня, ну, и до Ла-Манша там дойти за сколько? За пару недель, как говорил Рыгорович. Значит, в итоге они сражаются за Докмак и Авдеевку. Значит, это победа, и, значит, никто не может победить Россию на поле боя, понятно. Из-под Харькова, значит, бежали в прошлом году, это неизвестно кто, Путин не знает кто. Это и Херсон, русский город, тоже кто-то покинул. Кто, непонятно. Послушайте Путина. И в военном плане тоже. Вот надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми. Вот такая история. Но заметьте, кстати, как он из всего пытается сделать историю победы сразу. Нам тоже этому надо учиться. Мы завышаем планку очень часто. И то, что вообще колоссальная победа Украины, что Украина сегодня есть, потому что на нее напала действительно вот эта армия. Может, если не вторая армия в мире, то третья армия в мире на момент нападения не похоже были по вложенным ресурсам и всему остальному. И Украина остановила, удержала и многое отбила. Это победа. И об этом надо говорить. А мы как-то, знаете, а Путин вот сразу столбит. Типа, вот видите, у меня победа. Мы тут не побежали от украинского контрнаступления. Это нужно КГБшнику отдать должное. Но дальше включилась тема про Украину. Как же не рассказать? Ну, что Украины, конечно, никакой никогда не было. Не, ну что вы. И послушайте, как он там говорит. Обратите внимание, он говорит, что пришел Киев, Житомир, Чеников, в 16 веке. Ну, послушайте, а я прокомментирую. Ну, первое. Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все, как вы сказали, южно-русские земли были переданы при формировании советской Украины. Вот период создания СССР, ну, не было же никакой Украины в составе империи, да, были области. А сама она в 16 веке пришла, Украина состояла из трех областей, там, Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов. Вот и все. Вот это пришло из Речи Посполитой, из Польши, добровольно. И тогда, он у нас в архивах лежит, я уже говорил об этом, письмо. Мы, русские православные люди, обращаемся вот в Москву к царю и так далее. Друзья, ну, 16 век, это 1500 годы какие-то, понимаете? А, ну, если, как он говорит, пришла, это Переяславская рада, 1654 год. Ну, это никак не 16 век, а 17. Области тоже не совпадают, ну, потому что даже, собственно говоря, Гетманская столица была никак не на территории ни Киева, ни Житомира, ни Чернигова. Ну, в общем, понятно, что где Путин, где история, где вообще какая-то реальность, это так какой-то легкий. Знаете, еще один покажу вам пример, что у него с реальностью все очень плохо. Возмущается, говорит, почему же россияне не коренные, русские вернее, не коренной народ в Украине. Ну, тоже, ну, человек в школах КБ не учили. Вы коренной народ, у вас есть своя страна, коренной народ, это страна, который, тот народ, который отсюда, а страны своей не имеет. У вас своя страна есть, пока, во всяком случае. Посмотрите. Это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией на этих землях. Ну, это вообще полный беспредел, понимаете? А параллельно еще начали истреблять еще русских на Донбассе. Да, ну, в общем, не коренной народ. Но тут же, то есть, смотрите, Украины нет. А русские должны быть коренным народом. И тут же говорит, братская Украина. По этническому ставу. Нет же Украины, а какая братская? Послушайте про братскую Украину. Конечно, если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, я и сейчас говорю с братской, имея в виду, что этнический состав, то у нас братский в прямом смысле этого слова. Нормально, по-современному, доброжелательно. В голову бы никому не приходило, значит, совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну, как? Если бы там было все хорошо, если... Ну, в общем, вы все поняли. Биполярочка развивается, продолжается. Говорить здесь не о чем. Я хочу вам показать еще два фрагмента выступления, очень показательные. Один про то, как Александр Невский ездил в Орду. И тут я хочу это проиллюстрировать. Значит, смотрите, пока он рассказывает о суверенности. Там, помните, он говорит, суверенные мы такие. Вся суверенность сегодня держится на России, на Китае. На том, что Китай покупает российские энергоносители, зерно. Уже с остальным миром сложно. И они ездят туда уже, носятся туда, как мальчик по вызову в Китай. И вот, посмотрите, появилась новость, что Китаю он предложил 32 миллиона гектар. Которые в России, на которых Китай будет выращивать себе зерновые. Ну, это суперсуверенное решение, красавец. Ничего не скажешь. Но обратите внимание, тут его комментарии. Вот на эту тему, фактически. И он говорит, что вот, мол, Александр Невский ездил в Орду за ярлыком на княжение. И говорит, да, и ордынцы, конечно, те еще сволочи. Но ездил, потому что, мол, Запад, от вторжения Запада, те еще хуже. Те хотят забрать, мол, самую корень и самое сердце. Значит, какие-то традиции. Непонятно, что иметь в виду. Но параллель же абсолютно понятна. То есть, он говорит, за это мы и почитаем Александра Невского. То есть, он, Путин, как Александр Невский ездил в Орду. Ну, то есть, в Азию. Он, такой вот Путин, едет в Азию, в Китай, получает там ярлык на княжение, получает там поддержку, чтобы противостоять злостному вторжению Запада, который, значит, хочет. Где он соргался, пока никто не знает. Но логика, в принципе, понятна и, в принципе, отвечает реальность. Он действительно, как Александр Невский был вассалом, собственно говоря, татарским, золотоордынским, так он сегодня китайский вассал. Посмотрите, как он это фактически признает. Вспомним то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашестью Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушается культура и традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать, как этнос, растворяться, как снег поздней весной. Вот почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. Ну и в конце мем, значит, новый мем от Путина. Он сказал, что Россия больше не бензоколонка. Что имел в виду он, ну, наверное, мы понимаем с вами, но прозвучало именно так, как прозвучало, а именно, ну, послушайте. И стоим, как нас, нам когда-то говорили, тыкали пальцы, что мы бензоколонка, не экономика. Знаете, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными. В общем, что я понимаю это так, что тебе Путин удалось и бензоколонку сломать. Россия была хоть бензоколонкой до твоего прихода к власти, теперь уже и не бензоколонка. Уже в другом смысле, в экономическом смысле Россия значимой роли в мире не играет. Ну, была раньше бензоколонка, но теперь Запад отказался и от бензоколонки вашей. Вот, собственно говоря, и все. Ну, это большое достижение бункерного. Друзья, вот такая история. Помогите мне поделиться этим видео. Видео важное, актуальное. И вот эта история, потому что сам Путин себя сравнивает с вассалом и ярлык на княжение. Показательно. Держим строй.